В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Приветствую тебя, подопытный. Уверена, ты с нетерпением ждал возвращения сюда. И хотя тут немного не прибрано, все тестовые испытания успешно функционируют и ждут тебя. Если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории ответственной за компенсацию обязательно рассмотрит вашу жалобу. Должна предупредить, что со времени нашей последней встречи здесь многое изменилось. Обожаю вспоминать, в каком восторге я была от того, что у тебя не получалось выполнить некоторые задания. Тем не менее, я решила сделать поправку на то, что ты обычный никчёмный человек, а не высокотехнологичная машина и слегка облегчила предстоящие испытания. Надеюсь, ты не настолько наивен, чтобы поверить в то, что мне действительно стало жалко тебя. Конечно, нет. Быть может, испытания и стали чуть легче. Зато я увеличила их количество и хорошенько поработала над разнообразием. Вряд ли тебе удастся успешно справиться с этими заданиями, ведь придётся иметь дело не только с порталами и кубиками, но и с различного цвета жидкостями. Каждый обладает своим определённым свойством. Синяя, к примеру, позволяет преодолеть законы притяжения. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. А оранжевая придаёт твоему телу значительное ускорение. И ещё. Мне всегда нравилось наблюдать, как вы беспомощно зависаете в воздухе, так что я разработала несколько уровней, чтобы насладиться этим зрелищем вдоволь. Только очень прошу быть осторожными с этими малышками. Помните, что они расставлены здесь во благо, ведь любая угроза для жизни делает ваши приключения красочными и незабываемыми. Ах да, совсем забыла. Согласно данным многочисленных исследований, мало кто из вас способен принимать верные решения в одиночку. Так что я соорудила несколько испытаний специально для парного прохождения. Ваш мозг и мозг вашего товарища будут подключены к двум роботам, которых я специально создала для такого типа тестов. Будьте готовы к тому, что вам придётся постоянно доказывать своему напарнику наличие у себя интеллектуальных способностей. А также смиритесь с тем, что порой, а может быть и всё время, он будет превосходить вас по этим показателям. Хотя не исключено, что в случае неудачного выбора партнёра, вам частенько придётся делать всё самому. Кроме того, в моём досье на человечество указано, что люди очень любят выставлять на показ свои достижения и вообще крайне тщеславны. Так что я позаботилась о необходимом количестве ачимментов, благодаря которым вы сможете похвастаться перед другими подопытными своими успехами. И ещё, здесь имеется небольшой магазинчик, где бы ты мог покупать забавную одёжку для роботов, новые жесты и вообще всё то, что меня так раздражает. К счастью, делать там особенно нечего, а тратить на это деньги вряд ли кто будет, так что я спокойна. Так, стоп, а это кто? Ах, это маленький надоедливый уродец, который пытается помогать тебе. Посмотрим, на что он способен, хотя я бы не советовала тебе особенно полагаться на это круглое недоразумение. Если бы ты знал, как мне хочется рассказать почему, но я буду крайне благосклонной и промолчу. Пусть лучше все неприятности и беды свалятся на тебя без предупреждения. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Ну, вот и всё, ты прошёл основную подготовку. Я совершенно уверена, что если случится чудо и ты преодолеешь все приготовленные испытания, тебе захочется снова вернуться, ведь люди так глупы и им тяжело справиться со своей собственной гордыней. Знай, что я всегда буду ждать тебя и готовить новые способы развлечься. Давайте будем оптимистами и займёмся наукой. Возвращайся и приводи побольше подопытных. Ты чудовище. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, как успехи? Ну и Разум Фримена вышел. Да, я тебя обниму, дружа. Разум Фримена? Я уж думал, не выпустят. Ты серьёзно? Пиво отнеси давай. Кому пиво? Мне давай. Тебе нельзя. Тихо, тихо, началось. Разум Фримена. Эпизод 24. Окей. Питания нет. Хрен с ним. У пещерных людей тоже не было питания. При этом они имели дело с солдатами, автоматами и гигантскими пришельцами с огнемётами вместо рук. Ну и если они смогли, то и я справлюсь. Наверное. И почему я столько времени убил на... Ты, ты сказал мне спускаться туда. Ты сказал, что если я врублю питание, всё будет замечательно. Ты всё наврал. Не удивите меня, что в тебя стреляют. Что за хрен? Если случайно пристрелю штатского, можно будет скинуть и все подозрения мимо. Куда я хочу пойти? Я хочу пойти наверх, потому что меня уже достали все эти тупики внизу. Так, ну тут вроде можно прыгнуть. Если я не напрыгну, я выживу. Если не нравится, одевай розовые очки и декрасит ванную. В том случае, если отважно обрушусь головой вниз и сломаю себе шею под весом собственного тела. А этого не случится. Я вообще кот.